Очень значительные инвестиции были сделаны в село. Почему я об этом говорю? Потому что для любого разумного работодателя, будь то государство как работодатель, или частный работодатель, в этой ситуации очень важно сохранить такую основу кадровую для будущего. Потому что, с учётом того, как развиваются события на международных рынках, кризис – неприятная штука. Но он проходит, как и всё остальное в этом мире. И через некоторое время мы получим уже другую ситуацию. Начнётся рост, и нормальный работодатель должен иметь соответствующие возможности для того, чтобы восстановить производство, для того, чтобы сразу же включить, допустим, остановленные конвейеры и так далее. Поэтому это очень тонкая работа, и она должна вестись всеми – и государством. И работодателями, то есть бизнесом, и гражданским обществом. Если же говорить о каких-то нарушениях, то здесь, я об этом уже сказал, реакция должна быть незамедлительной. Если нарушается трудовое законодательство, если не выплачивается заработная плата, а должна выплачиваться, если незаконно осуществляется увольнение, должны быть прямые и безотлагательные меры прокурорского реагирования, а также в необходимых случаях и возбуждение административного производства и уголовных дел. Иначе вот такого рода проявления их не задавить. Причём этим должны заниматься все. Не только федеральные начальники, но и руководители регионов, и руководители муниципалитетов. В этой ситуации отсидеться не получится. Нужно или впрягаться и работать совместно, или уступить дорогу. Дмитрий Анатольевич, если можно, чуть подробнее о будущем применительно к кризису. Сейчас нет числа прогнозов относительно того, как будут развиваться события, и эти прогнозы настолько разнятся, что их можно сравнить с попаданием пальцем в небо, по-моему. Вот по-вашему, всё-таки что дальше? Когда дно, как говорят экономисты у этой ситуации, когда дно и когда Россия выйдет из этого непростого положения? И какой она выйдет? Что для нас, конечно, крайне важно. Ну, я не аналитик и не гадалка, тем более. Я, конечно, не буду строить никаких прогнозов. Это было бы, с моей стороны, безответственно. Но я могу сказать, во-первых, что у этого кризиса не очень понятные закономерности, и существуют какие-то надежды на то, что если он так быстро начался, то при наличии консолидированной позиции в государствах, в создании контуров новой финансовой архитектуры, может быть, его окончание будет даже чуть быстрее, чем мы себе предполагаем. Но ещё раз подчёркиваю, это уже вопрос для последующих исследований на эту тему. Но что очень важно, о чём вы спросили, какой Россия выйдет из этого кризиса, вот крайне важно было бы то, чтобы Россия вышла из этого кризиса не ослабленной, а укрепившейся. Потому что кризис – это не только досадные проблемы, это уменьшение количества денег, уменьшение объёма инвестиций, остановка каких-то производств, но это и новые возможности. Поэтому наша задача – выйти из этого кризиса с наименьшими потерями, желательно укрепив производственную базу, диверсифицировав экономику, придав ей более инновационный характер, снизив нашу зависимость от поставок сырья на экспорт. Это тоже один из наших дефектов, это правда. Ведь в условиях кризиса, если говорить о особенностях национальных, то, о чём мы спрашивали, в большей степени теряют те страны, которые экспортно ориентированы. Они очень быстро развивались, но в то же время их экспортная ориентация сейчас создаёт и проблемы. Это относится и к нашим соседям, это относится и к нам. Поэтому мы должны создавать более сбалансированную экономику, более диверсифицированную, которая будет представлена и высокотехнологичной индустрией, и новыми рабочими местами, с развитой инфраструктурой. Вот этим всем надо заниматься. Дмитрий Анатольевич, у нас ещё много тем. Хорошо, мы никуда не торопимся. Вы в последнее время много общаетесь с мировыми лидерами. И они к нам, и вы к ним. Вот по вашим ощущениям, Россия сейчас в мире комфортна или нет? Особенно имея в виду наше возвращение к тому практическому, можно сказать, силовому обеспечению российских интересов. Интересы России должны обеспечиваться всеми доступными средствами. Это моё глубокое убеждение. Прежде всего, международно-правовыми средствами, в рамках международных институтов, таких как Организации Объединённых Наций, региональные структуры, в которых мы принимаем участие. Но в необходимых случаях и за счёт силовой компоненты. Мир очень противоречив и непрост. В мире огромное количество внутренних конфликтов. Мир содержит очень значительное число угроз и терроризм, и международная преступность. На все эти вызовы мы должны быть готовы дать ответ. В необходимых случаях и достаточно жёсткий силовой ответ. Иначе мы не сможем обеспечить суверенитет нашего государства. Но это не значит, что мы должны увлекаться только одной компонентой. Но, наоборот, мы должны пытаться найти поводы для компромиссов, для достижения договорённостей с самыми разными силами в мире. Если, конечно, они не выступают с открытой агрессией против Российской Федерации. В этом плане, вы знаете, мне вполне комфортно общаться с моими коллегами за границей. Вопрос в том, что сегодня, ну, действительно, иногда я чувствую попытку поставить Россию на место. И если некоторое время назад, когда Россия была в другой ситуации, такие попытки ещё где-то могли пройти, то в сегодняшней ситуации, в текущей жизни, это просто недопустимо. И вот по этим вопросам я, как президент Российской Федерации, всегда буду занимать принципиальную позицию, даже если это кому-то не нравится. Есть другие ситуации. Мы с вами посвятили довольно много времени разговору о конфликте на Кавказе, агрессии Грузии против Южной Осетии. Если речь пойдёт о посягательстве на жизнь и достоинство российских граждан, позиция России, конечно, будет предельно простой и разумно жёсткой. Мы будем, и я об этом неоднократно говорил, отстаивать и защищать интересы наших граждан в любом месте, где бы они ни находились. И в этом нет никакого нарушения международного правопорядка. Это обязанность любой страны и любого лидера. Поэтому у меня хорошее, вполне комфортное отношение с моими коллегами. Но мы не должны забывать о наших национальных интересах. Это абсолютно точно. Дмитрий Анатольевич, в этом контексте, пожалуй, уместно задать вопрос о вооружённых силах. Российские военные в выходящем году довольно часто появлялись на телевизионных экранах. Ну, не только в связи с Южной Осетией, но и были сверхдальние морские, океанские походы, сверхдальние перелёты, ракетные пуски. Товарищ Верховный Глокомандович, вооружёнными силами Российской Федерации, 321-й ракетный полк несёт боевое дежурство, боевые готовности постоянно. Количество стволов.